Первая тема Крещения, вопрос 76. Если Крещение было без погружения, но человек по-настоящему уверовал в Крещение, и все остальные требования были им соблюдены, может ли это Крещение являться настоящим? Ведь в отдельных случаях это допускается в правилах, отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. В нашей книге к истинному православию в отделе о Крещении дается самый пространный ответ. Крещение переводится как погружение. Обливание допускается только в трех случаях. Первое. Клиники, лежащие на смертном одре. Их невозможно погрузить. Авария, болезнь. Второе. Тюрьма, камера. Третий. Плен в степи у татар. При обливании человек должен быть полностью раздет и трижды полностью облицвест. Все другие случаи есть в бракодельстве и за Крещение не признаются. Апостольское правило 49 и 50. Кто иначе крестит, должен быть издержан из сана. Все семь таинств достаточно сами в себе по отдельности. И восполнять одно другое не могут, как семь столпов не могут восполнять друг друга недостающие. Если все остальные таинства будут правильны, а одно неверное, то оно таковым и остается. Иакова 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Нарушение, искажение, таинство есть великий грех. Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности мужа грешным. Таинство установлено от Бога и нарушающее их чистоту. И точность при исполнении повинен смерти. 1 Царств 15.23. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и долопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Субтитры создавал DimaTorzok